Можно сказать, что сегодняшняя наша лекция это некий мой развернутый ответ на те вопросы, которые мне задавали в течение прошлого сезона, и на которые я по объективной причине не мог здесь дать ответ, просто ввиду излишней насыщенности поставленных вопросов, и просто ввиду того, что они нуждались в детальной проработке и преподнесении в той форме, в которой они могли бы восприняты быть аудиторией. И так, в частности, мне задавались вопросы на тему о функционировании произведения искусства, о его форме в контексте, в частности, цензуры, цензурирования. Когда произведение подвергается редактированию, в том числе зачастую сознательному и направленному на адаптацию этого произведения к политическому режиму тому или иному, и вопрос звучал вполне правомочно относительно того, является ли это произведение тем же самым произведением или это другое произведение. Аналогичные вопросы задавались и в личной переписке после лекции у Леслигбеза, поэтому я счел, что такое развернутое дополнение просто необходимо к той лекции, которой я завершил прошлый сезон, то есть лекции посвященной форме. И сегодняшнюю нашу встречу я обозначил так, текст как воля и представление. В самой диспозиции названия нужно кое-что обозначить, определить. Под текстом я буду понимать то, что создано автором в некой зримой форме. Я не буду лезть в тонкости, интертекстуальности текста как текста эпохи, а если и буду, то буду оговариваться, что это именно эти. В таком понимании слово использую. Под волей, подразумевая авторскую волю, направленную на реализацию данного текста. И соответственно под представлением бытования этого текста в умах и сердцах публики, его воспринимающей. В общем-то в диспозиции этой мы видим три составляющих, некую триаду. И как эта триада будет отыгрываться в течение последующих моих умозаключений, я думаю, несложно будет понять. Начать же я бы хотел с экспонирования того, как в течение истории о музыке в обозримом историческом времени происходили всевозможные мутации или флуктуации в реализации произведений искусства, связанные как с его исполнением, так с его корректурой, так в общем-то и с самим текстом как таковым. Ну, наименьшее, а может быть наибольшее вмешательство в художественный текст, это его интерпретация, или как иногда говорят, некорректная интерпретация. Что такое корректная и некорректная, это отдельный вопрос, и в общем-то мы в таких категориях, наверное, говорить не будем об этом. Жан-Фонсуа Леотар назвал бы это поклонением великому нулю, разделение на корректную и некорректную интерпретацию. Однако, приведу просто конкретный исторический пример. В 1897 году состоялась премьера первой симфонии Рахманинова, написанной за два года до того, законченной за два года до того. Руководил премьерой прославленный мэтр Александр Константинович Глазунов, выдающийся русский композитор. А премьера имела, просто была катастрофическим провалом. Причем настолько сильно этот провал оказал влияние на Сергея Васильевича, что он не только в течение последующих трех лет ничего не писал, но и в общем-то был на грани помешательства. Вот пример того, когда исполнение может восприниматься как некое искажение. Аркету Рахманинов уничтожил, в течение всей его жизни она больше не исполнялась, но после его смерти симфония была восстановлена по оркестровым голосам, которые полностью в полном объеме жранились в библиотеке оркестра. И премьера прошла, если память не изменяет, в 45-м, и она уже прошла триумфой, дирижировал игролок. И сейчас это произведение исполняется достаточно часто, но вот встает вопрос, а что, собственно, такое это самое произведение? В одном случае оно было исполнено, и, как отмечают многие критики, присутствующие на концерте, исполнено в высшей степени корректно. То есть речь не идет о том, что там что-то происходило катастрофическое на исполнении. Такое бывает, когда действительно понять уже ничего невозможно. С другой стороны, мы знаем прецеденты, когда блистательные, эталонные исполнения, имеющие колоссальный успех, не лишены огрехов. То есть получается, в одном случае какие-то огрехи, зачастую даже значительные, могут никаким образом не повлиять на то художественное воздействие, которое произведение оказывает на публику. С другой стороны, корректное исполнение, выполненное выдающимся интерпретатором, выдающимся мэтром, оказалось губительным для произведения искусства. Я здесь не пытаюсь ответить на вопрос, что там произошло и что из этого правильно и неправильно, понял ли один другого или не понял, но факт остается фактом. Произведение было исполнено и не имело успеха никакого. Его разнесли как эклектичное, как юношеское, как абсолютно несамостоятельное, в то время, как сейчас оно исполняется. Исполняется достаточно часто. Конечно, можно сказать, что сейчас оно исполняется, потому что имя Рахманинова стало брендом. Оно исполняется из-за того, что это автор второго, третьего фортепианного концерта, третьей симфонии и так далее. Это тоже правомочный ответ. Но мы сталкиваемся с весьма сложно определимым феноменом, который чаще всего сваливает именно на плохое, то есть некачественное исполнение, которое навряд ли там имело место быть. Есть другой пример. Все вы отлично знаете, что считается очень плохо вмешиваться в созданный автором текст. Что, в общем-то, все изменения, внесенные кем-то в авторский текст, всегда вызывают определенное порицание, и считается классно исполнить текст в том виде, в котором он был реализован, автор. К этому стремятся и переводчики. Максимально точно совпасть с рифмой, ритмом, с обыгрыванием тех или иных ближайших амплификаций и так далее. Но мы имеем вполне интересный пример из музыкального искусства, когда это не так. Наверное, самая известная в истории музыки опера – это Кармен Бизе. Одна из самых ставящихся, одна из самых востребованных. Однако, исполненная в опера комик в 1975 году, она тоже потерпела провал, вязг. В том же виде, в котором мы ее знаем, в котором она идет в каждом фактически оперном театре, это не текст Бизе. Это текст, созданный Эрнестом Герой на основе музыки Бизе. То есть, изначально Бизе создает произведение для опера комик, то есть, по сути, не совсем оперета, но очень близко к этому. То есть, там должны были быть музыкальные номера с большим количеством разговорных диалогов. Что делает Эрнест Герой? Все эти разговорные диалоги он дописывает к ним музыку. Делая это полноценной, связанной, выстроенной оперой, добавляет туда балетные номера, ибо без этого французская опера в XIX веке не существовала. И мы получаем то, что знаем, под названием «Кармен Бизе». В оригинальной версии опера ставится очень редко. Я имел счастье или несчастье это слушать, и, в общем-то, я не удивляюсь тому, почему это было резко критически воспринято публикой. Я уже не говорю о том, что публика, которая пришла... В общем-то, есть договор некий с публикой. Если вы называете свой фильм фильмом ужасов, а там не будет ужаса, но будет очень смешно, то, в общем-то, публика может вас осмеять. Есть определенный договор, да, работа с жанром. И, естественно, эта опера никаким образом не попадала в жанр опера-комик. И это не здорово, это плохо. Это говорит лишь о том, что автор большой оперы никому особо был не нужен. И он реализует свои амбиции большой оперы в том жанре, в котором была возможность реализовать на сцене. Вот вам пример того, когда авторское котируется ниже, чем отредактированное авторское. И редакция там значительная, существенная. Речь идет о том, что, ну, фактически треть музыки была написана, да, на материале безе, но, понимаете, в 19 веке это объяснение такое еще могло кого-то впечатлить и убедить, что вот он же на материале сделал, но мы отлично знаем в эпоху метамодернизма, что на чужом материале можно авторское сочинение сделать. Полностью авторское. Так чье это произвести, понимаете? Другой вопрос, тоже, кстати, который ставился на одной из лекций в «Улес ликбе» с публикой, это вычленение отдельных фрагментов музыкального сочинения и, соответственно, самостоятельная жизнь этого фрагмента уже. Ну, например, всем известный «Полет шмеля» Николая Андреевича Римского-Корского, которые на чем только не играют. Может, даже уже на пиле играют с мучком. Ну, или упразднение вокальной партии в оперных сочинениях. Ну, наиболее известный, наверное, пример – это «Полет валькирии» и «Смертью Зольда» из «Вагнеровских оверов». Причем в случае с Вагнером, вы понимаете, мы имеем вообще интереснейший случай. Когда упраздняется текстуальная часть в вокальном произведении, всегда можно сказать, что она же не принадлежала композитор. Понимаете, что это глупо, но это, по крайней мере, аргумент хоть какой-то. Но Вагнер – абсолютно равноправная фигура и как драматург. Его либретты издаются отдельно. Он оказал колоссальное влияние на немецкую литературу, становление немецкого литературного языка. И его же собственный текст изымается из его произведения, при том, что мы понимаем, что насколько важны элементарно даже звучания различных гласных, согласных слогов. Они оказывают на тембрику влияние колоссальное. И эти произведения существуют отдельно от их авторов. Зачастую упраздняется в них даже изначально заложенный не только смысл в контексте драмы, да, они выполняли в этих операх определенную функцию, но и утрачивается сам образ. Но в случае с полетом шмеля это чаще всего происходит. Ибо его играют и на контрабасе, и на фаготе, и на тубе, где от изначального заявленного образа полет шмеля не остается уже ничего. То есть мы никак не можем в том, что нам предлагают, в том звуковом потоке, расслышать полет маленького вот этого насекомого, да, когда нам его играют на гигантском металлическом инструменте типа дуба. Рев некий, да, мы слышим. При том, что нотный текст идеально соответствует тому, который был написан Николаем Андреевичем Римскому Корсаковым. Тут встает еще один вопрос. А что, собственно, написал Корсаков? Нотный текст? Или он с помощью него пытался выразить тот образ, который заявлен в названии? Пойдем дальше. Четвертый пункт. Это радикальные переработки текстовой части о сценических произведениях. Но особенно это актуально при смене и господствующей идеологии. Ну, допустим, такое произведение, как Иван Сусанин, Гленки, я не случайно назвал это именно так, а не «Жизнь за царя», потому что на протяжении почти сотни лет это произведение тиражировалось с таким названием, с полностью переписанным, либретто, которое соответствовало, так скажем, советской идеологии. И стало оно столь знаковым и столь ключевым для русской музыки уже в советскую. Да, до этого на него тоже опирались, да, Гленка была культовая фигура, но не настолько, чтобы говорить о том, что вот это самое начало, и до этого ничего не было. Понятно, потому что до этого была церковная музыка. И в этом советская идеология была не заинтересована. Достаточно было показать некий пример патриотизма, естественно, не за царя, а за родину. И в таком случае мы имеем, по сути, лишь музыкальное обрамление, в общем-то, иного, иной драмы. Та же самая музыка, совсем другой текст. Он эстетически другой, он не только идеологически другой, он другой эстетически, он описан в другое время. И, наконец, последний пункт, их можно было бы значительно больше наклепать, я просто хочу обозначить некоторые проблемные зоны. Это купирование и цензурирование произведений искусства, которые в таком усеченном виде продолжают влиять, а зачастую в ином виде даже никогда не влияли. К такому можно, к примеру, отнести произведение Маркиза де Сада. То есть большая часть до сих пор в полном объеме не представлена ни на каком языке, но, однако, он экранизируется, он влияет на мировую философию, по-прежнему продолжает на нее влиять и так далее. При том, что в том виде, в законченном, именно как произведении искусства, которое начато и завершено автором, а его работы не представлены. По крайней мере, ключевые, да, большие романы. И обозначенная мы проблемная зона уже говорит о том, что, в общем-то, подходить к произведению искусства как к тому, что вот издано, напечатано, и того, что мы посмотрели по телевизору, да, или в кинотеатре, в общем-то, наивно. В некоторых случаях оно может совпадать или совпадать отчасти, но в некоторых случаях оно не совпадает никак. И я сегодня попробую сделать четыре захода к этой проблеме с разных сторон. Не претендуя на то, что мы придем к какому-то однозначному утверждению, а просто попытаюсь предложить несколько взглядов отличных от, так скажем, среднестатистического. И начну я с первого взгляда, и в этом мне поможет Жак Рансьер, а точнее одна из его книг, «Эмансипированный зритель», которая в этом году вышла на русском языке, ну, а ты с ней, в общем-то, можно самостоятельно знакомиться. Рансьер говорит о том, что театр многократно подвергался критике так, как смотрящие в нем, то есть публика, бездействуют. Театр воспитывает в аудитории восприятие без вмешательства, а то, что он показывает, лишь выдумки, ложь и иллюзии. Так полагали Платон, так полагают и многие критики театра от активизма, и в этом есть доля правды. В частности, современная нам цивилизация бездействия может быть увязана с популярностью такого жанра, как кинематограф. Такой вид искусства, как кино, он приучает человека взирать на события, не вмешиваясь в них. Однако против данной критики в 20 веке было выдвинуто несколько блистательных проектов. И два из них стоят особняком, ввиду их наибольшей популярности, наибольшего резонанса. Это театральный проект Бертольда Брехта и театральный проект Антонена Артон. Первый из них предлагал установить максимальную дистанцию между публикой и актером. Нарочито показывать, что публику никто не обманывает иллюзорной реальностью. Но ей предлагают своего рода головоломку. Если человеку показать, как и в чем его обманывают в жизни, то он навряд ли сможет опознать обман, скрытый немного под видоизмененными ситуациями, под некой иной маской. Может постоянно напарываться на одни и те же грабли. Тем более уж не сможет обличить и отличить обманом в самой демонстрации обмана, чем тоже активно пользуется. И в этом марксистско-социально-критическом контексте театр Брехта берет на себя воспитательную функцию. Посредством иносказания сцена учит публику разбираться в сложных механизмах жизни через метафоры и образы, что намного универсальней тех механизмов, которые описывал Карл Маркс. Так как, чтобы увидеть мир глазами Маркса, нужно уже было много чего знать, понимать и видеть. Театр же позволяет массам встать на дорожку социально-критического взгляда, перейти от наивного, буквального понимания действительности к ее критическому видению. Это был грандиозный ответ на критику театра как зрелище, где один обманывает всех остальных, а другие бездействуют. Второй ответ был прям противоположным. Это театр жестокости Антона Нарто. А также все вытекающие из этого проекты направлены на устранение границы между действием и зрителем. Актеры пытаются включить зрителя в самое действие. Они могут находиться в зале, в спектакле может иметь место интерактив и так далее. Актеры и публика даже могут меняться местами, а сама сцена выходить далеко за рамки привычного пространства. Арто полагал, что таким образом он включает зрителя в действие, передает ему энергию. И тот зритель, выходя из зала, обогащенный силами, способен менять свою судьбу и мир вокруг нас. Но есть у этих великих проектов несколько теневых стран. Первая из них – та, что современный зритель – это не наивный зритель. И был ли он когда-то наивным – это тоже большой-большой вопрос. Является ли направление, взятое Брертом, на взращивание критического взгляда у публики, актуальнее сейчас? Когда люди привыкли сомневаться во всем, и даже вовсе необразованный человек знает, что его во всем обманывают. Правительство, новости, рекламные щиты. Единственное, чего он не знает, что зачастую его обманывают те, кто говорят, что его все обманывают. Есть и нечто иное, что еще больше омрачает эти блистательные ответы. То есть ответ Брехта и Артто. В обоих случаях театр, а можно сказать искусство в целом, ибо мы сегодня говорим об искусстве в целом, а не только о театре. Так вот, театр становится палеотивом, временной мерой, которая направлена на свое самоустранение. В одном случае театр будет не нужен, когда будет воспитан критически мыслящий активный член общества. В другом случае театр будет не нужен, когда человек, очищенный потрясениями сцены, обретет возможность активно действовать в самом мире и черпать силы, энергию из своего собственного бытия. И там, и там театр нацелен на самоликвидацию. Да, вы, конечно, можете мне возродить, что в обоих случаях этого не произойдет никогда. Так как никогда не будет взвращен критически мыслящий индивид, который более не нуждается в политическом воспитании. С другой стороны, никогда не появится такой субъект, который посредством театра выйдет в жизнь, расправив плечи и навсегда отказавшись от возвращения к терапии сцены. Вы будете правы, но этим вскроете самое важное противоречие, которое лежит в этих концепциях. То, что между автором и его зрителем, слушателем, читателем, в этих концепциях заявлен непреодолимый рубеж. Дистанция, которую нельзя перешагнуть, нельзя превозмочь. Никогда. Эта дистанция аналогична дистанции между учителем и учеником. Учитель отличается от ученика неналичием знаний. Ученик может знать что-то, чего не знает учителя, может знать что-то намного больше. Про компьютерные игры, например. Ну, много чего еще. Про диспозицию песочниц в городе ближайшем. Учитель отличается от ученика тем, что он видит и осознает тот зазор незнания, который есть у его ученика, и стремится его компенсировать, подбирая соответствующие методы. То есть, эта диспозиция на самом деле столь же непреодолима, как и диспозиция автор-зритель. Учитель всегда знает, что не знает его ученик, не потому что учитель умнее, а потому что он занимает место учителя, позволяющие ему устанавливать меру незнания. Выходит, что идеалистические устремления Арто и социалистические Брехта на самом деле ведут в одном и том же направлении, в никуда. Так как зритель, желающий дотянуться до автора, до учителя, до идеала, до такого себя, каким бы он хотел видеть себя, на самом деле не сможет этого сделать никогда, так как стремление преодоления границы как раз эту самую границу и устанавливает. Об этом много рассуждал Бодрия, как стремление к природе подчеркивает нашу невозможность дотянуться до нее, в то время как на самом деле при несколько ином ракурсе, ином взгляде окажется, что между нами и природой в общем-то нету никакой границы. Но и так же в нее вписано, как и то, что считаем природой. Как раз попытка, цель, устремленность обрести себя в природе и не дает это сделать, так как она и устанавливает границу. Стремление сократить границу делает это невозможно. Рансьер предлагает в своей работе эмантипированный зритель весьма любопытное понятие невежественного учителя, в кавычках, естественно, учителя, который не знает меры незнания своего ученика. Таким образом, ну, предположим, читая лекцию, он лишь развивается сам, а слушающие его делают то же самое самостоятельно и, возможно, в совершенно ином направлении. Рансьер приводит весьма любопытную историю. Когда он еще был молод, он очень интересовался стартовой позицией в духовных исканиях рабочего класса. И он перелопатил большое количество личной переписки рабочих девятнадцатого века. И, к его удивлению, вот этой самой стартовой позиции он там не нашел. Он нашел людей, которые полностью равны ему. Он нашел людей, которые удается в условиях тяжелейшего труда выкраивать время на то, чтобы сходить в театр, съездить на природу, прочесть какую-то книгу. И, обсуждая эти книги, они вступают в сложную полемику друг с другом. Это не значит, что их полемика корректной была бы на философской сцене. Понятно, что они не владеют терминологическим аппаратом. Но они ставят сложные вопросы с необычных ракурсов и могут дать весьма любопытные ответы на них. А это значит, к чему приводит Тарансьер приходит в своих выводах, то, что в каком-то смысле опыт всех людей равен друг другу. Это не значит, что он одинаковый. Он совершенно разный. Он может быть совершенно разнообъемный. У кого-то опыта может быть очень много, у кого-то в силу определенных обстоятельств его может казаться очень мало, что его есть. Но сопоставить одно с другим нельзя никак. А это значит, что мы должны принять как некую максимум то, что этот опыт ввиду его несопоставимости условно является равным. Здесь работает механизм параллакса Жижика. То есть мы либо внутри находимся этого опыта, либо вовне. И третьего не дано. Нету никакой объективной точки, с которой мы бы могли его оценить и сравнить с другим опытом. Это невозможно. Ну, оттуда же концепция Денитовская философского зонда, если знаете, что это такое. Каждый человеческий опыт не сопоставил с другими опытами. Приведу пример, возможно, примитивный, банальный, не совсем корректный, но он хоть как-то сможет проиллюстрировать. Предположим, человек, который занимается практикой медитации многие годы, который имеет статус посвященного, просветленного, воспринимает в десятки раз больше деталей, чем какая-нибудь посудомойка из Бангладеш или дворник из Сокольников. Но значит ли это, что данный просветленный, восприняв там в 20 раз больше деталей в одно мгновение, воспримет те же самые детали, которые воспримет эта посудомойка или дворник? Нет. Не означает. А это значит, что сопоставление, даже представленное таким гротескным образом, все равно окажется несостоятельным. Равно как и так называемая развитие способностей этих людей в восприятии не будет развитием в полном смысле этого слова, но будет лишь изменением. Так как приобретая что-то, мы всегда что-то делим. Поэтому все так называемые пути самосовершенствования достаточно сомнительная процедура. Обучение на мой взгляд это лишь сравнение известного с неизвестным и извлечение из этого определенных выводов. Оно происходит не только в театре, на концертной сцене и так далее. Оно происходит в лесу, в бассейне, в самолете, везде. Это наша жизнь. И искусство это лишь такая же сфера нашей жизни, как городской парк, музей или спортзал. Если в городе не будет парков, это будет опасный и очень унылый город. Если в жизни не будет искусства, жизнь может разрушиться, так как культура слишком завязана на нем. И в любом случае это будет очень унылая жизнь. Так что же находится на самом деле между учителем и учеником, между автором и зрителем. Или если между ними нету зазора, если между ними нету незнания, а есть лишь мнимый зазор, который мы можем устранить, если введем понятие невежественного учителя. Между автором и зрителем или автором и слушателем лежит текст. Произведение искусства во всей его вещественной полноте. Так что обращение с текстом, если мы убираем зазор незнания, возможно любое. И здесь нет правильного или неправильного, хотя это не означает, что нету опасного или целительного. Каждый выстраивает свое произведение искусства из того, что он уже знает и того, что встречает как незнаемое. это означает, что у публики и так нет и никогда не было пассивной роли. В процессе восприятия произведения искусства, произведения искусства, которое оно воспринимает, выстраивает сама публика. Каждый из нее в отдельности и выстраивает разное произведение искусства. Потому что имеющийся опыт и опыт незнаемого у них совершенно различный. А значит обучение происходит совершенно различным образом. И когда публике предлагают применяться, как особенно в постах авто проектов, местами с актерами, когда публику заставляют делать то, что делают актеры, актеры на это смотрят, по типу психоаналитического сеанса, очень странного. Это на самом деле полно лукавства. И это не есть активность в полном смысле этого слова. Моя супруга так племянница воспитывает. Когда поднимаются по лестнице, чтобы она за руку держалась, можно сказать, что вот я боюсь так подниматься по лестнице, давай за руку не умею, научи меня. Иначе ребенок вырываться будет, а так он держится вполне корректно или через дорогу переходить. Вот я боюсь через дорогу переходить. Возьми меня за руку. Ребенок на это реагирует адекватно. Он будет держаться в течение всей дороги за руку. Но если для воспитания детей это возможно и приемлемо, то в случае с взрослыми индивидами, на мой взгляд, это унижение публики. Публику в театре а-ля арто, это не артошный театр все-таки, хотят заставить выбирать что-то, заставить действовать, когда она возможно даже в этот весь бред не верит, который ставит там режиссер. Публика может быть просто из чистого уважения к труду, проделанному режиссером и актерами еще не ушла. Но публика не должна включаться в действие только потому, что этого захотел режиссер. Так как актеры за это получают деньги, это их работа, а публика нет. Интерактив зачастую оборачивается своей прямо противоположностью, не свободой выражения публики, а демонстрацией тотального диктата, автора, режиссера и так далее над публикой, которые пытаются заставить в этот самый момент как-то среагировать. И в данном случае естественно публика приравнивается к ученикам, то есть к незнающим. Но что, если предположить, что публика действует всегда? Ведь все воспринимаемое нами есть действие и обучение. Сравнение знаемого с незнаемым. Чем отличается актер, сотый раз выходящий с той же самой репликой от публики, которая слышит ее впервые. Каждый раз, когда актер воспроизводит эту реплику, он сравнивает ее с предыдущими или не сравнивает, но так или иначе его местонахождение, его действия включаются в историю его жизни. В то время как публика таким же образом включает это мгновение в свою жизнь, сопоставляя с известным и неизвестным для нее. Особенно ситуация разделения на автора, или, как Лакан говорил, субъекта предположительно знающего, и публику заметно подаль от мира искусства в мире так называемого саморазвития, которым полнится европейская культура, начиная так примерно с 19 века, особенно активно, когда время появилось у людей, во многих школах духовного совершенствования существуют ступени, на востоке это было и ранее, в том числе была технология верификации просветления, просветленным выдавались сертификаты, сертификаты от разных учителей по-разному котировались, очень престижный учитель, он выдал тебе сертификат просветления, значит ты очень просветленный, а с теми менее престижный, менее просветленный, ну типа как будто бы кандидатскую защитил в Саратовской консерватории, а написал в Москве, а защитил в Саратове, вроде бы защитил, но в Саратове, и то же самое можно встретить и в масонских, и в околомасонских организациях, где некий опыт пытаются ранжировать своего рода табель оранга, ну как это некоторые называют там маг пятой ступени четвертого этажа третьего подъезда, но люди, получающие степень такую же, как их учитель, то есть достигающую той же самой ступени, становятся ли они равны ему, то есть тождественно, естественно нет, не становятся, мы можем признать либо то, что они всегда были равны ему, в том смысле, как это говорит рансьяр, что их опыт просто другой, несопоставимый с опытом их учителя, либо, если мы встанем на позицию размежевания, на позицию границ, или поклонения великому нулю, как это говорит, называет ли это, то в таком случае мы должны будем признать, что он никогда не достигнет статуса своего учителя, даже встал на эту же самую ступень. Или, как писал Карл Густав Юнг, мой путь не ваш путь. Все, что мы знаем о пути каждого выдающегося представителя, мира духа, мира мысли, мира искусства, это разные истории, и разные они не потому, что каждый из них был индивидуальностью, они разные еще и в головах каждого из нас. То есть, это миллионы юнгов, миллионы фуко, миллионы щенбергов и так далее. Да, Кирилл? Можно походу задать вопрос. Скажем так, если люди, ученики пребывают в тот же пункт назначения, даже, может быть, не сделав единого шара, в котором находятся их учители, если они начинают пребывать в той же области, в том же состоянии, что их учитель, то состояние это получается либо ноль, либо единица, либо они там вообще нет, либо они там всегда и были, просто они открыли это состояние. Это состояние для них будет не тем же самым, чем оно является для их учителей. Более того, оно не может быть тем же самым даже для одного и того же человека. На Востоке утверждается обратно. Да, я знаю. Хорошо. То есть, в данном случае я стою на принципиальной позиции невозможности повторить. Невозможно никак. Вот так как восточная традиция в принципе стоит на очень жестком размежевании. Достаточно вспомнить, как выглядит китайский ад. Это такая бюрократия, которой не снилось Кавки в принципе. Ну, вот он бросил писать от страха бы. То есть, там прежде чем попасть до пункта назначения в свой самый котел, да, там нужно столько бумажек собрать в разных инстанциях. Поэтому это разделение, как мне кажется, является неким пережитком, неким анахронизмом прошлого, ибо с разделительной черты, в общем-то, начинаются с увек с разделением на я и не я, с разделением на мой клан и не мой клан. И все эти татуировки, да, это свидетельство о принадлежности к определенной черте, которая в полном смысле слова вырезалась на теле, на корпусе. Знак был отпечатан на теле. Я же стою на позиции принципиальной невозможности повтора, как такового, ибо повтор в другой ситуации, просто не нужно ходить далеко за примером, возьмем сетку координат x, y, возьмем точку, а теперь окажется, что точка не меняется, да, черта, а здесь все время значение меняется, причем не симметрично. Эта точка будет все время означать что-то различное. И в данном случае, как мне кажется, это более корректное описание действительности, если мы не говорим о символическом порядке, на котором завязана восточная традиция. То есть, если мы пытаемся выйти все-таки на уровень осмысления и воображаемого, и символического, и даже реального, то, как мне кажется, отсылка к восточной традиции нам может только помешать. да, в общем-то, и произведение искусства в том виде, в котором мы его обсуждаем здесь, это плод исключительно европейской культуры. На Востоке там все совершенно по-другому. Исходя из обозначенной мной проблемы первого захода, первого взгляда, в общем-то, очевидно то, что ставить вопрос о произведении искусства и его правильном прочтении некорректно. Любое прочтение произведения искусства будет определенной ступенью в опыте этого человека. Правильное оно или неправильное, но здесь можно всегда вспомнить, что тот же самый автор является плодом этой же самой парадигмы. Он работает в ней и реализует там в 99% случаев то, что представлено в виде определенных переходов к лише, определенных коридоров этого лабиринта, в котором он живет и работает, в той культуре, в которой он живет и работает. А это значит, что он по определению не может осознавать всех ближайших амплификаций к созданному им творению. Он видит определенный ход, тот, который его привел к этому, но он не может видеть всего того, что этому сопутствует. И зачастую некорректная интерпретация является такой же реакцией на те же самые задействованные им означающие, как и его так называемая корректная авторская. Проделаем второй заход. Они совсем разные, я в конце попытаюсь как-то связать, но не гарантирую, что будет именно вывод, ибо вывод из в такой ситуации. Это не самое лучшее, что можно сделать. Блок 2 или взгляд номер 2. Однажды я уже обращался к этой проблемной зоне в своей лекции феномена оригинального текста 2014 года. Она есть в сети, она опубликована в виде статьи, в ней я пытался взглянуть на оригинал с точки зрения переложения. Пытался выяснить, существует ли отличие между подлинником и его переводом в широком смысле этого слова. К примеру, очень многие произведения музыкального искусства не могут быть исполнены в их оригинальной версии. То есть авторская рукопись оставляет слишком много вопросов, нуждающихся в истолковании, а значит в редакторе. Как правило, представленная в виде массового мема, который корректирует этот текст, этот текст зачастую может потом выдаваться даже за нередактирование. Просто слишком долгая работа с авторскими рукописями привела к выводу того, что если не все из них, то очень многие невозможны без редакторской работы. То есть вообще никак. они не могут быть исполнены. Понятно, что речь не идет о всех случаях, но есть целый ряд таких примеров, демонстрирующих невозможность исполнения по рукописи. А это уже выводит вопрос на некий новый уровень. То есть что значит тогда это не произведение? Или оттолкнемся от другой позиции. Предположим, автор написал свое произведение в идеальном виде, готовом для печати хоть фактически и тут же для исполнения. Но затем внес в это произведение существенные изменения. Какая из этих версий должна считаться правильной? Считать это двумя разными произведениями? Двумя версиями одного и того же произведения? Или одну из правок считать окончательной, а другую предварительной работой? Но вот в чем проблема. Композитор мог переработать текст не для его улучшения, а просто под какую-то конкретную задачу, под конкретное выступление. Причем мог принимать это исключительно в виде палеотива, временной замены, ввиду отсутствия того или нового исполнителя, того или нового инструмента, особенности концертной сцены и так далее. У меня таких примеров в жизни было очень много, и я уверен, что с этим сталкивался почти любой композитор. Есть ли таких вариантов ни один, ни два, а десятки? Какой из них есть тот самый подлинник? Ведь среди переработок палеотивов может затесаться и реальная корректура, пересмотр изначального текста, как попытка улучшения его с точки зрения автора? Где гарантия, что произведение закончено, завершено? Факт его исполнения, публикация? Есть примеры, которые говорят об обратном. Например, Густав Малер вносил изменения в свои симфонии едва ли не перед каждым исполнением. Он их корректировал под каждую концертную площадку. В то время, как Пьер Булес, именем которого назван наш курс, именовал свой процесс взращиванием и дописывал свои произведения, которые не только многократно уже исполнялись, но даже были записаны и изданы на компактисках. Когда мы с супругой работали в архиве Дмитрия Дмитрия Шостаковича, над его вот этим грандиозным проектом, сейчас полного собрания сочинений, оказалось, что Шостакович, к примеру, был недоволен печатным изданием своего знаменитого квинтета. В нем очень много ошибок, которые автор Дмитрий Дмитриевич вычеркивал цветными карандашами, подписывая, что там должно быть. Но его изменения, которые он внес в печатные ноты, не нашли отражения ни в одной из последующих публикаций. Я уже не говорю о том, что сам по себе квинтет в процессе работы над ним претерпевал значительные метаморхозы. Мне удалось издать материал, правда, в Украине, не в России, где подробно бы освещался вот этот процесс становления квинтета и отличия авторской версии от, точнее, версий авторских от того, который мы знаем по печатным изданиям. Так что из этого считать подлинником? Есть и более интересные исторические примеры, когда сочинение начиналось писаться композитором для одного инструмента, а заканчивалось для иного. Причем это не всегда происходило по воле самого автора. Ну, пример приведу. Композитор начинает работу над каким-то сочинением и, определившись с составом, создает какую-то часть этого произведения. И в этот самый момент композитор получает заказ на произведение для совершенно конкретного инструмента и совершенно конкретного состава. Другого состава. В итоге он перекладывает уже написанный им фрагмент для этого инструмента и завершает его уже на новый состав. Где здесь авторский текст? Такие примеры есть. К примеру, знаменитый концерт для кларнета с оркестром ля-мажор Вольфгангам Адем Моцарта, одно из последних сочинений великого композитора, изначально писался Моцартом для такого редкого инструмента как бассет-горон. В процессе работы, после почти полного завершения первой части в тональности соль-мажор, он пишет этот же самый концерт для бассет-кларнета, для Антона Штадлера, выдающегося кларнетиста, популяризатора кларнета и создателя собственно бассет-кларнета как инструмента. Концерт состоялся именно для бассет-кларнета. В полной версии он есть именно для него. Но первая часть это транскрипция бассет-гороновского концерта для бассет-кларнета. Простите, если они хоть относятся к одному семейству, на ней внешне даже выглядят по-другому. Если бассет-кларнет это в общем-то удлиненная версия кларнета с таким несколько грушевидным раструбом, то бассет-горн это треугольный музыкальный инструмент, не имеющий аналогов в современном инструментарии. То, что сейчас называется бассет-горном, не дождественно бассет-горну того времени. Именно такой треугольный инструмент, который в общем-то вы можете увидеть на есть запись этого концерта в оригинальной версии того фрагмента, которое написано для бассет-горна. Ее можно послушать так, как она звучала на этом самом бассет-горне. Но на этом парадокс с этим концертом не заканчивается. Как вы понимаете, сейчас на бассет-кларнете не играет почти никто. И уже с начала 19 века уже без Моцарта, который скончался, его перекладывают на кларнет в строй А. Именно в такой версии этот концерт все и знают. Как концерт для кларнета Моцарта Кехель 622. Но для кларнета Моцарт не писал. И ввиду того, что диапазон бассет-кларнета и кларнета сильно разница, там очень многие фрагменты перекидываются на октаву вверх. Просто не хватает диапазона вниз у кларнета, чтобы исполнить. Это в том виде, как это написано самим Моцартом. Я уже не говорю о том, что там тембр совсем разный. Так что в данном случае является подлинником? Изначальная воля автора, так он ее до конца не довел. У нас нету концерта для бассет-горна от начала до конца. А в том виде, в котором оно закончено и исполнено, так кусок из этого мы гарантированно знаем, что это переложение, транскрипция в полном смысле этого слова. Бассет-горного концерта с соль-мажорной тональности на бассет-кларнет в ля-мажор. Или получается в данном случае оригиналом следует считать вообще концерт в той версии, в которой он оказал наибольшее влияние. То есть на протяжении вот уже почти двухсот лет он исполняется как исключительно клавану-туфель. Что оригинал? Можно в данном случае сказать, что только материальное воплощение как диск с музыкой, с кинофильмом является именно оригинальным воплощением. Потому что все остальное это просто кухня, это процессор, поток, в который могут происходить любые изменения и похоже на не зафиксированном каком-то материальном носителе говорить о оригинальном вообще о произведении вообще невозможно. Хороший вопрос, потому что мы к этому сейчас перейдем в третьем взгляде. Но здесь мы говорим допустим как в квинтете Шостаковича или во многих других произведениях. А если у нас есть материальных носителей мгура и они разные и все они авторские. Как их расценивать? То есть считать это одним и тем же? Считать это версии одного и того же? Можно даже считать вот эти все три диска тоже разными? Гипотетически да, хотя они одинаковые. они как раз можно один и тот же диск вот этот три раза подряд послушать и он будет звучать более по-разному что-то три диска. Ну ладно. То есть здесь на самом деле вопрос более сложный и мы к этому сейчас придем в том числе и к фиксированной музыке в виде аудиозаписи. Случай с Моцартом не единичен. Таких примеров множество. Потому что естественно композитор это профессия. Композитор работает на заказ. но мы понимаем что композиторы часто пишут впрок и это притворяется ими тогда когда поступает заказ соответствующий. И в тех условиях которые обговорены в этом заказе. И естественно определиться с тем с чем мы имеем дело относительно этих версий очень важно. если мы будем считать что эти все варианты это разные произведения тогда это значит что их можно исполнять в одном и том же концерте. А это очень странно. Если мы будем считать их за разные версии одного и того же сочинения то что в таком случае считать подлинником а что его вариантом. То что раньше это подлинник или то что раньше это определенная ступень к завершению этого опуса когда композитор к нему последний раз обратился. Если же считать это все одним и тем же сочинением то вопрос относительно подлинника вообще переходит в метафизические сферы. То есть подлинник окажется тем что не представлено ни в одном из конечных вариантов. Именно эта зацепка на самом деле мне и важна. Потому что она позволяет взглянуть на все эти версии немножко с иного ракурса. Как на авторизованные переложения. Всем известно что многие композиторы делали транскрипции чужой из своей собственной музыки с одного состава на другой. В своей лекции феномен оригинального текста я предложил взгляд на любые произведения искусства на любые авторские тексты как на транскрипцию версию произведения которая всегда остается не представленной в материальном раме. Не вдаваясь в подробности умозаключений которым я прибегал там вы всегда можете к ним обратиться посмотрев эту лекцию я бы хотел акцентировать внимание ваше лишь на том что данный взгляд позволяет решить целую массу проблем в том числе и проблему интерпретации то есть исполнительского истолкования авторского текста а это уже немало я не претендую на то что это правильно я говорю лишь о том что такой взгляд позволяет решить целую массу проблем сама идея формы и структуры художественного произведения а также организации сил притяжения и отталкивания внутри произведения искусства следует рассматривать в русле лакановской категории символического пространства но в этой категории не место воображаемого а это значит что реализация произведения в конкретных звуках темпы является переложением транскрипции переводом если угодно символического уровня на уровень воображаемого таким образом логика формы произведения не может быть представлена корректно в виде образа логика формы произведения это само произведение которое никогда не будет дано оно не может быть реализовано оно может быть реализовано лишь в той или иной степени в близких актуальных или неактуальных транскрипциях конечных формах выражения их притворенных в тех или иных инструментальных решениях если речь это музыки и мерцание между этими двумя уровнями это и есть лакановская реальная проскальзывающая между ними то что в итоге оказывается невозможно потрогать или как-то ограничить очертить его флуктуации то что всегда оказывается смещено то что всегда трепещет между ними между идеей автора и его реализацией в конкретном воплощении своего текста навряд ли тот же самый Бах не писал для саксофона потому что не любил этот текст просто его не было в той эпохе в принципе не существовало значит можем ли мы сказать что реализация некого замысла некой структуры она независима ни от чего она зависима от очень многих условий более того она зависима чаще всего даже не только от тех условий которых я совсем парадоксальный взял пример несопоставимый с логикой эпохи но она зачастую зависима от более простых примеров от условий расчета на конкретного исполнителя на его возможности на конкретные инструменты которые будут наличистровать именно на этом концерте но это не значит что сама идея авторская полностью зависима от этих зачастую второстепенных условий это транскрипция некого своего взгляда некого своего видения искусства как такового на совершенно конкретные технические на кухню композиторскую и в данном случае как мне кажется это тоже не нужно сбрасывать со счетов я не думаю что эта версия единственная правильная более того наверное сейчас я с ней уже в той или иной степени не совсем согласен но она позволяет решать целую уйму проблем чисто интеллектуального характера в том числе точку подхода к интерпретации музыкального текста на этом сейчас ввиду отсутствия времени останавливаться не буду но сама по себе лекция феномен оригинального текста предлагает версию условно корректного это назовем подхода к интерпретации музыкального произведения по крайней мере у этой интерпретации появится хоть какая-то отправная точка понятно что корректная то есть традиционная не годится теперь я бы хотел сделать очередной третий заход третий взгляд как раз он будет относиться непосредственно к записанному зафиксированному музыкальному материалу зафиксированному в том числе на цифровых носителях и именно к этому мы и обратимся долгое время на протяжении истории музыки существовала триада композитор исполнитель слушатель в общем-то она существовала в неизменности фактически до конца 19 века поначалу композитор и исполнитель зачастую даже сливались был композитор исполнитель и слушатель потом функции композитора и исполнителя все более и более разделялись и мы получили современную вот эту схему композитор исполнитель и слушатель со своей профессиональной специализацией нашей кто такой профессиональный композитор и исполнитель всем понятно профессиональный слушатель это музыкальный До эпохи развитого инструментостроения между композитором, исполнителем и слушателем мог вторгаться только один человек – это архитектор, тот, кто создавал акустические особенности помещения, в котором происходило исполнение произведения. В большинстве случаев это было на самом деле малоактуальное вторжение, так как музыка создавалась для конкретного храма, а это значит, что эта музыка, работа композитора, уже учитывала акустику данного помещения. То есть акустика никак не могла ей навредить, потому что музыка была ограничена определенным локусом, ее использовала, написалась для определенной капеллы, для определенной постройки, но учитывала ее специфику, положительные и отрицательные стороны, и в общем-то это все делал композитор. Начиная с эпохи бурного инструментостроения и расцвета инструментальной музыки, постепенно между композитором, исполнителем и слушателем встает еще одна фигура. И это более весомая фигура, чем архитектор. Это мастер, создатель инструмента. Когда речь шла о хоровой музыке, то в общем-то в хоре по большому счету все равно даже какой у вас голос. Если вы все уравниваетесь голосами, если это действительно именно хор, а не солиста, квартет, то в общем-то разницы мы большой не услышим от смены людей в нем. Совершенно другое дело, когда речь идет о сольном инструментальном исполнительстве и совершенно различном подходе к инструментостроению. И возможно не случайно имена первых выдающихся скрипичных мастеров, а скрипка как один из базовых инструментов, который вторгается в эту хоровую музыкальную культуру, оппозитным ей образом. Эти имена мастеров ничуть не менее известны, чем имена композиторов той эпохи, а зачастую значительно более известны. А Мати, Страдивари, Гварнери, эти имена знают почти каждый образованный человек, в то время как зачастую, если назвать выдающихся композиторов этой самой эпохи, их этот человек знать может совершенно не знать. Это было очередное, я бы даже сказал, еще более существенное, чем творение архитекторов, вторжение в триаду композитор-исполнитель-слушатель. Потому что если исполненное в разных акустических пространствах произведение, ну в общем-то не стой сильно менялось, то исполненное на различных инструментах, точнее инструменте-то одном и том же, но различные конструкции, решенные различными мастерами, звучание могло существенно изменяться, и произведение приобретало совершенно иной характер. В каком-то случае оно могло произвести сильное впечатление, а в каком-то могло не производить. Но все эти вкрапления все же можно считать очень мелкими и, в общем-то, даже не принимать во внимание. Все изменилось тогда, когда появилась звукозапись. Между композитором, исполнителем и слушателем становится четвертая фигура – звукорежиссер. В наши дни мы, в общем-то, достаточно часто слушаем музыку в аудиозаписи. Я бы даже сказал, значительно чаще, чем на концертах. Это имеет отношение не просто к любителям музыки, а к профессионалам. Просто по большому счету послушать большую часть музыки мы можем только в записи. То есть она не исполняется ежедневно в любом концертном зале. Но более того, профессионалы, как правило, слушают музыку больше, чем просто вообще позволяет возможность посещения концертов. Но если даже мы будем ходить каждый вечер на концерт, это, в общем-то, меньше, чем я в среднем слушаю музыки. То есть в течение дня ее удается послушать, по крайней мере, часов шесть. А на концерт, естественно, во-первых, это два часа музыки всего, а во-вторых, мы только вечером. Не будешь весь день сначала на утренний, потом на дневной какой-нибудь концерт по разным частям города ездить. А во-вторых, что мы там услышим? То, что хотим. И тех ли мы там услышим исполнителей, которых хотим услышать. Это, в общем-то, вполне закономерно, что сейчас все переходит в сторону слушания аудиозаписи. Но вот в чем проблема. Автором записи является звукорежиссер. То есть, слушая запись, произведение, мы слушаем не совсем исполнение такого-то произведения, таким-то исполнителем. А мы слушаем взгляд звукорежиссера на это исполнение. Пример приведу из своей практики. У меня был такой случай, замечательный, когда одно мое произведение записывал и мастер, и студенты. Микрофоны были расставлены одинаково. То есть, ничто не переставлялось. Просто параллельно, в процессе записи, работали разные люди. И на выходе получилось три совершенно разных записи. Совсем. Потому что звукорежиссер – это взгляд на запись. И даже при том, что играли одни и те же музыканты в одном и том же акустическом пространстве, одинаково были расставлены одинаковые микрофоны. На выходе получились разные аудиозаписи. Вот в чем дело. То есть, звукорежиссер – это полноценный участник этой самой триады, которая теперь уже превращается в фортернер. Но, предположим, имя звукорежиссера всегда вот на дисках указывается. То есть, он не является нунеймом. Он является автором, полноценным автором. И в данном случае можно даже отследить своего рода творческую биографию звукорежиссера. Отслушать его записи и вывести определенную специфику его манеры, его стиле и так далее. Хотя эта практика еще и не вошла в моду музыкознания. Но, в общем-то, теоретически это возможно. Но, в наше прослушивание дисков, изданных со всеми выходными данными, кто где записал, кто играл, кто написал, тем не менее, в нее, в это наше прослушивание, в него, вторгается куча нунейма, с которыми мы, хотим или не хотим, имеем дело. Дело в том, что музыканты и музыкальные критики, к сожалению, редко обращают внимание на то, на чем они слушают музыку. Какая техника ее воспроизводит. Существует превратное мнение, что бывает техника плохая, искажающая звук. И хорошая техника, которая воспроизводит звук точно так же, как на концерте. Но это, к сожалению, не так. Да, безусловно, есть плохая техника. В этом можно убедиться достаточно легко. В какой-нибудь тем видео зайдите и послушайте там любую технику. Не ладно. Такая техника искажает звук. Ну, вот такая. Не ладно. Но вот хорошей техники, которая воспроизводит звук точно так, как он записан звукорежиссером, не существует. Существует десятки различных топовых цифроаналоговых преобразователей, к примеру, которые на выходе будут давать несколько отличный друг от друга звук. И сказать, какой из них правильный, так же невозможно, как сказать, какая акустика является наиболее правильной для реализации того или иного произведения, в условиях, когда мы имеем дело с хорошей акустикой, естественно. Приведу один опять наглядный пример. Не так давно я слушал одну из гамбургских симфоний Карла Филиппа им. Лабаха в исполнении Густава Леонхарта и его Оркестр векопразвещения. Меня впечатлило, как в этой записи расставлены акценты на басовой партии. Причем настолько впечатлило, что я решил показать это своим студентам. Каково же было мое удивление, когда, включив запись в аудитории, никаких акцентов я не обнаружил. То есть там их не было. Дома я это слушал на станционарном, вполне достойном ЦАПе, Бург Браун 1794. Многие считают, что в Дельта Сигне это один из лучших. На другом же цифроаналоговом преобразователе, переносном, который я показывал студентам, в общем-то, дорогом и считающимся очень качественным, тем не менее, этих акцентов не было. И, понимаете, здесь дело не в том, какой из этих цифроаналоговых преобразователей лучше. Можно всегда сказать, ну дом он большой, хороший, и там это вот было реализовано, а на переносном, маленьком, не было. До черта с два. У меня нет никакой гарантии, что эти акценты вообще сделал Леон Харт. Понимаете? Вот в чем дело. То есть нету никаких возможностей, никакой возможности установить, делал он их или нет. А это дело именно интерпретации. Это дело дирижера. То есть какие-то вещи именно интерпретационного характера, которые могут произвести на нас колоссальное впечатление, могут не иметь никакого отношения к этому дирижеру. С другой стороны, то те микродетали, над которыми он работал, могут быть не воспроизведены на 90% техники, на которую слушают это люди. И то есть резонанс от его записи будет не тот же самый, который он хотел, когда работал над этими мелочами. И это вопрос не технологического совершенства воспроизведения музыкального текста, а вопрос к самому музыкальному тексту и его исполнительской интерпретации. Ведь не только образная сфера может мутировать под действием различных воспроизводящих устройств, но и изменяться сама интерпретация музыкального произведения. Дирижер, как известно, кроме прочего, работает над балансом. Он занимается балансом выстраивания высоких, низких частот, компактного, слитного или более раздельного звучания голосов. Но как раз слушая на различных воспроизводящих устройствах и с различными наушниками или колонками, что еще более проблематично, мы никогда не знаем, мы имеем дело с балансом композиторским, то, как это выстроено в партитуре, имеем дело с балансом исполнительским, как этот баланс переосмыслен дирижером и представлен тем или иным коллективом. Это взгляд звукорежиссера на все это? Или это взгляд неких но-неймов, которые делали ту технику, которой мы пользуемся? И ответить на этот вопрос мы не сможем никогда. Единственное, что мы можем выяснить, это достать пахтитуру этого композиторского текста и посмотреть, как там решен баланс. Относительно интерпретации мы никогда не сможем на это ответить вопрос. Было там это сделано или нет? То есть то, что нас может в большей степени, в наибольшей степени впечатлить в записи, может оказаться, что к этой записи не имеет ни малейшего отношения. И речь не идет только о цифроаналоговых преобразователях, которые сами по себе разные. Есть там дельта сигма, есть мультивиты, которые дают совершенно разный звук. И речь идет об усилителях, прочих комплектующих, наконец колонках, наушниках. Каждая деталь, вплоть до провода, может менять звук. И сильно. А самое главное, что все эти вещи собираются в некую цепь. То есть замена любого из этих звеньев может дать значительно иной звук. То есть чаще всего, конечно, речь идет просто о незначительной перекраске саунда. Чаще всего. Но я вам привел пример, когда это не так. Это жизненный пример, вполне реальный, когда речь идет именно об интерпретации. Приведу еще один пример. Не так давно мне попалась запись полного собрания, или почти полного, Мендельсона Бартольди, выпущенная под брендом Артнова. Когда я слушал струнный квартет этого композитора в исполнении Хэншель-квартет, то на меня эта запись произвела очень скромное впечатление. Мне показалось, что исполнение безликое. И если бы я прицал критический отзыв на эту запись, то, в общем-то, этот отзыв явно бы не был хвалебным. И ничего, выходящего за рамки обычного, в наших современных размерениях, качественного, то есть синхронного исполнения, я там не услышал. Оказалось, что, в общем-то, эта запись, ну, некий среднестатистический продукт. Я так думал до той поры, пока случайно не включил это же самое произведение, в этом же самом исполнении, в других наушниках. Тех, которые я использую на улице, а не дома. Оказалось, что исполнители совершенно блистательно играют с артикуляцией, создавая поистине уникальную трактовку квартетов Мендельсона, особенно Ре-мажорного, только за счёт выстроенности игры между жёсткими и мягкими атаками. Причём, никакой обезличенности в их интерпретации в таком прочтении уже не было. Я решил послушать эту запись ещё раз. Изначально я слушал на колонках, на достойных, очень хороших колонках. Решил послушать на топовых своих наушников дома. Картина вновь поменялась. И игры этих артикуляций я уже не услышал. При том, что я почти на 100% уверен, что эта игра изначально всё-таки исполнительская. Слишком уж она выверена, и на слишком уж большом количестве музыкального материала. В случае с Леонхартом, как раз почти на 100% уверен, что это выделение самого ЦАПа, цифры аналогового преобразования. Но я не могу быть на 100% уверен, что это действительно так. И я не знаю, хорошее это исполнение или плохое. В арматурах моих любимых, которые под струнные заточены. Но это одна из самых моих любимых записей сейчас. Но только в этих, с этими наушниками, и только на определённом плеере. С другими наушниками, и на любых других воспроизводящих устройствах. Это абсолютно безликая, неинтересная запись, которую я слушать не буду. Вот оно, что чудо, понимаете? С чем мы имеем здесь дело? Понятно, что знатоки начнут не возражать и говорить, что наушники должны иметь ровную амплитудно-частотную характеристику. Но на самом деле это абсолютно голословное утверждение, потому что есть масса великолепных наушников, топовых, причём стоящих очень много, которые дают потрясающий звук, живой, такой, который мог бы быть на концерте. Я не знаю, был ли он на концерте, это никто никогда не сможет ответить. Но он мог бы быть такой на концерте, и при этом у них очень неравномерная амплитудно-частотная характеристика. Есть, естественно, наоборот. Наушники с идеально ровной АЧХ, которые, в общем-то, никакого вовлекающего звука не дают. И их звук вплоть до того, что он, в общем-то, даже не похож на звук этих инструментов. То есть они его могут при этом искажать тембрально, потому что одно другому никак не мешает. Более того, что такое эта самая равномерная АЧХ? На какой она громкости возникает? Как её мерил производитель? То есть есть тихая, допустим, на тихой громкости она может радикально меняться. И наоборот, на очень громкой громкости. Откуда производитель знает, на какой громкости вы будете слушать его наушники? И на какой музыке? То есть даже сам этот критерий, по которому обычно любят оценивать качественность техники, он на самом деле ни о чём не говорит. Оценивать произведение, оценивать наушники нужно, прослушивая достаточно долго ту музыку, которую вы абсолютно гарантированно слышали не только в записи, но и на концерте. То есть свою собственную. Вот тогда можно убедиться, она так же звучит, как она там звучала, или по-другому. Но оказывается, что так же она тоже может по-разному звучать. В том числе, более того, у нас же даже ушные раковины не меняются. В течение трёх лет они достаточно сильно изменяются. То есть, ну допустим, наушники типа таблетки, вкладыши, их акустическим пространством является форма ушной раковины. Всё, от изменения ушной раковины будет меняться звук. Почему я как раз и говорю о наушниках, а не о колонках, которые полностью завязаны на том акустическом пространстве, которое у вас дома. И, естественно, когда звукорежиссёр записывает компакт-диск, он предполагает определённое, некое универсальное пространство. И совпадёт ли оно с тем, которое у вас дома, гарантий нет никакой. Конечно, наушники по типу затычек, арматурные особенно. Я лично для себя нашёл это Mist Nail, и первый, и второй, и третий. И все вот эти наушники, они ближе всего к тому, что мы можем услышать действительно на концертном зале. То есть, именно затычки. То, что не зависит ни от каких внешних факторов. Опять же, они не могут звучать абсолютно так же, как на концертном зале. И, опять же, у тех же самых Mist есть три модели этих самых затычек. На самом деле, есть ещё другие, но вот эти три, примерно однотипные, они по-разному, они выделяют разные вещи. Где-то более ставка делается, как в первой модели, на атаках, на выделении разницы в атаках. Именно это дало мне возможность оценить игру Хэншель-квартета. В другой, там во второй модели, делается на глубину особенно низких частот. Если вы хотите насладиться красотой звука Виланшели и так далее, вот. Первые этого не дадут. Но на самом-то деле, мы не знаем, исполнитель фоксировал басок или нет. И никогда этого не сможем узнать. А третьи позволяют звучанию максимально целостно, компактно. сливаться, да, там, как хор иногда может сливаться, не разделяясь на линии, там, квартет сливаться, опять же, не разделяясь на линии. То есть, опять же, все три эти типа наушников под брендом MIST, выходящие русское производство, они дают совершенно разный звук. При том, что я готов признать, что все они, три, дают корректный звук. А это значит, что, в общем-то, мы никогда не можем быть уверены в том, а что мы слушаем. Что мы послушаем. Оценить интерпретацию. Ну вот как можно оценить интерпретацию этого самого Ханшель-квартета? Они хорошо играют или плохо, я не знаю. Это просто усредненное исполнение или это гениальное исполнение? Раньше я считал, что запись, она фиксирована раз и навсегда. Что запись, она не изменяется. На самом деле оказалось, что запись постоянно можно слушать на разной технике, и запись будет постоянно мотивировать. У меня такой вопрос возник, достаточно фантастический. Что если придумать технологии, когда, собственно говоря, любое произведение, пусть даже музыкальное, будут стимулировать те области мозга, которые отвечают за прием, интерпретацию и восприятие этой информации? Тогда получится, что устранится огромное количество посредников между, собственно говоря, звуком и его восприятием. Ну да, мозг, он может быть разный, да, в том числе. Но, по крайней мере, все эти посредники, многочисленные, о которых мы говорим, они исчезнут. Можно и тогда говорить о именно том оригинале, которое напрямую от, ну, скажем там, автора или еще кого-то, который может просто исполнять в этот момент на фортепиано, поступает в мозг аудитории, которая там находится. То есть это будет уже не фортепиано, а некий усовершенствованный аппарат, да? Который будет транслировать мысль, не звуковую, не звуковую мысль. Мысль, композитор, который стимулирует. Ну, мысль, композитор, он не сможет транслировать, типа, потому что мы имеем дело с исполнителем, да, все равно, который будет играть. То, на крайней мере, вернуть этой составляющей изначальную триаду, да, композитор, исполнитель, слушатель. Ну, в общем-то, эта триада, как мне кажется, на концертах так до сих пор и продолжает существовать. Она же никуда не исчезла на концерте, да? То есть когда мы слушаем, как играет пианист там какого-нибудь Бетховена, в общем-то, мы слышим именно этого пианиста. То есть концерт остается? Концерт остается как таковой. Я лишь вставлю вопрос о записи, как одной из основных форм восприятия современного музыкального текста, или музыкального текста в эпоху современности, который ставит под сомнение очень-очень многие вещи. А ваш вопрос, на самом деле, или комментарий, он весьма любопытен. Я попытаюсь его в четвертом заходе обозначить, к которому уже по времени нам пора бы подходить. И относительно техники я бы хотел обозреть лишь еще две проблемы. Первая из них. В наши дни ставка делается во многом на ходы маркетологов. И, естественно, маркетологов не интересует создание хорошей техники. Их интересует создание максимально дешевой техники, которую можно продать максимально дорого, да, и максимально большому количеству потенциальных покупателей. Но, чтобы среднестатистический покупатель захотел приобрести технику именно этого бренда, на него она должна произвести лоу-эффект. Должен включить. Вот это да. Поэтому в современной технике старается огромное количество улучшайзеров и так далее, страшной техники, которая искажает звук, делая его красивым. Или я бы сказал, точнее, красявым. Потому что красивым он, конечно, не становится. И с чем мы имеем дело? То есть, рассчитанная на такой эффект техника, естественно, проделывает эту операцию с любой музыкой. Понятно, что никто не знает, какую вы слушаете песню, или какой вы слушаете концерт. Но вы должны включить эту технику, она должна произвести на вас сильное впечатление. А это значит, что она делает всю музыку одинаковой. То есть, она устраняет не только композиторское творчество, которое стремилось к индивидуализации всегда. Она устраняет полностью интерпретацию исполнительскую, потому что зачастую она даже влияет на темп воспроизведения. Даже с таким сталкивался. При том, что достаточно именитый бренд, не буду позорить сейчас, меняется темп, скорость воспроизведения. То есть, получается, если звук меняется, меняется полностью остановка акцентов, тембр, меняется даже темп, а зачем вообще разные исполнения нужны? Если они все равно все одинаково будут звучать? Абсолютно. Если они приводятся к некому одинаковому прокрустовому ложу, вот такого красивого, объемного звучания с так называемой широкой сценой. Что это такое, не знаю, но в сети очень бурно обсуждают технику, в которой есть широкое сцене. Ну, это когда будет, очевидно, что. И, соответственно, все интенции, на которые было направлено музыкальное искусство, они там полностью объявляются. То есть, вы получаете под оберткой разного реально одно и то же. То есть, вы можете слушать сколько угодно разной музыки, оно все равно будет одно и то же. Будет звучать одно и то же. Потому что, не будем забывать, это все-таки музыка, это не попытка что-то выразить, а это создание совершенно определенного саунда, который и позволяет вам воспринимать те или иные ваши эмоции. Это создание саспенса, некого ощущения, не обязательно тревожного, да, но которое позволяет вам реализовать весь спектр ваших эмоций. И если это пространство всегда одно и то же, то очевидные эмоции вы будете реализовывать, а не те же. Есть другая пограничная сторона, прям противоположная. В последнее время китайцы стали активно внедрять логику демократии и свободы в аудиотехнику, и появляются в том числе такие наушники, в которых акустическими фильтрами, реальными, никакими не эквалайзерами, можно менять тембр в таких различных комбинациях, в таких наушниках, может быть до 36. В таком случае вообще исчезает сама возможность понять, что в записи изначально было заложено, какой баланс выстраивал дирижер, как это продумывал композитор, как это реализовал свой взгляд звукорежиссер. За все это начинает отвечать кто? Слушатель. Слушатель берет активно себе эти права, но что он в итоге получает? Он получает разнообразие там, где его не должно быть, мы постоянно меняем фильтр на одной и той же песне, и единообразие там, где оно должно быть, то есть слушая разную музыку, а в отстроенных под свой вкус наушников. И по большому счету это может свести на нет вообще всю работу композитора. Да, вы можете сказать, что это мелочи все, но простите, когда речь идет о поп-музыке, может быть это и мелочи, ибо там под различными обертками всегда и так одно и то же пытаются выдать. Но если речь идет о музыке, особенно третьей практике, где все эти мелочи и создает то уникальное пространство, неповторимое, то здесь оно будет другое. И то, над чем работал композитор, окажется полностью обесцененным. Учитывая то, что времени у нас достаточно мало, я предлагаю перейти к четвертому взгляду, который, возможно, ответит на целую массу ваших вопросов, попытается хоть как-то аккумулировать, суммировать все то, что я сказал до этого. Я бы сказал, что у произведения искусства мы должны выделить три составляющих. Первое – это его имя, то есть фиксация на уровне знаковой системы. Ну, автор тоже отдельное составляющее, тоже имя. Следующее – это его тело, корпус. Это вот и есть то, что реализовано в нотном тексте, в литературном тексте записано, как компания. И третье – это его голос. Это живая и развивающаяся игра интенсивности и спадок, которая никогда не может быть повторена. на самом деле с человеком происходит то же самое. Имя у человека одно и то же, а человек может быть совершенно разным. Человек меняется постоянно. И я вам приводил пример купированных музыкальных произведений, произведений, которые, может быть, отдельной части от него существовать, или оно может быть сильно сокращено. Ведь то же самое может быть и с человеком. И скажем ли мы, что это другой человек? Но простите, если человек потерял какую-то конечность. Так, другой человек? Или мы будем расценивать его как часть того человека? Это странно. Мы знаем пример купированного человека из повести о настоящем человеке, который остался самим собой. А знаем примеры абсолютно неповрежденных личностей, типа Анри Бетена, который в Первую мировую был героем, который действительно, можно сказать, отбил Францию, а во вторую опозорился коллаборационистской политикой. Это один и тот же человек? Нет, наверное, разные. То есть он делает совсем разные вещи. Но в одних и тех же ситуациях, на одни и те же ситуации реагирует совершенно противоположный вопрос. Вот вам, пожалуйста, пример с человеком. Так не является, не действует ли произведение так же? Произведение искусства существует сразу на нескольких уровнях. Воображаемом, символическом и реальном. И именно с последним и не хотят чаще всего считаться. То есть с тем уровнем, который постоянно нарушает границы между воображаемым и символическим. Часто задаются вопросы. Что хотел сказать автор? Искажается ли смысл при этой интерпретации, при сокращении, переработке? Или понят ли был смысл публикой при вот таком прочтении? На самом деле эти вопросы не настолько примитивны и банальны. Но они относятся только к одному пласту произведения искусства. Но произведение искусства, помимо прочего, есть еще и вещь, выходящая за рамки символизации. И способная активнейшим образом этому символическому противостоять. Если и не избегая его полностью, то по крайней мере реализовываясь на уровне флуктуации этого символического. В той или иной степени постоянно смещаясь относительно самое себя. И эти флуктуации всегда зримы. Когда я говорю о вещи, нужно понимать, что я говорю абсолютно о том же самом, что и когда я говорил об отсутствующем тексте. Потому что вещь, по большому счету, это то, что всегда не представлено. Мы видим образ, а не то, что за ним стоит. И то, что за ним стоит, так как за ним стоит вещь, этот образ все время не тождественница в моей себе. Поэтому непредставленное музыкальное произведение, в общем-то, оно тождественно воплощенное вещь. И в заключение, у нас еще осталось немножко минут, приведу пример относительно возвращения к одному и тому же произведению на уровне воображаемого, символического и реального. Ну, на уровне воображаемого возвращения, в общем-то, наиболее типично. Это когда человек закрывается неким образом от любых изменений. То есть, он слушает одну и ту же песню, и потому что он ее любит, а потому что, в общем-то, он ее никогда не слышал. Придумывает для нее некий образ, ширму, который закрывается от всего остального. Особенно актуально при рассмотре, допустим, киноленты одной и той же. Она всегда кажется тем же самым ему. Потому что он ее не видит. На самом деле она не может быть тем же самым. Он слишком будет меняться для того, чтобы воспринять ее как то же самое. То есть, в данном случае речь идет, конечно, о воображаемом уровне. И, в общем-то, сюда же можно отнести и всю практику эстрадного музицирования, где нам под разными названиями предоставляют другое то же самое. Ничем не отличается. Отличается только, ну, может быть, как этот кубик-рубик, переставленный частями этого самого кубика. Символический уровень возвращения к тому же самому это утверждение четких границ правильной и неправильной интерпретации. Это как положено возвращаться к тому же самому. И как не положено возвращаться. Вот это символический запрет поклонения великому нулю, палеотару, который исповедуют очень многие, в том числе известные музыканты. А вот если мы через возвращение к одному и тому же оцениваем то, насколько мы поменялись, то есть каждый раз видим это возвращение как зеркало, которое демонстрирует те изменения, которые в нас произошли, то это будет уже ближе всего к реальному полакану. То есть, получается, повтор на самом деле невозможен. А произведение искусства – это лишь огненные всполохи, которые движутся в бесконечность в разных направлениях. Или, как сказал Леотар в своей книге «Лебединальная экономика», я, наверное, думаю, что уже все купили, да, только что вышла эта книжка на русском языке, наконец-то. Ну, процитирую. Умеренное страдание – это просто-напросто смещение разделительной черты. Умеренное страдание во второй степени – это сознание того, что смещение является правилом, что всегда имеет место смещение. Всегда имеет место вот это несовпадение чего-то с самим же собой. И именно осознание этого факта и способно подвести нас к пониманию того, что произведение искусства все время меняется, как оно не может просто быть повторено. Потому что произведение искусства не есть объект, не есть факт, а это есть некий вброс в ситуацию. И этот вброс порождает волны, флуктуации. И это можно выразить в фразе одного великого композитора, который сказал, что традиция – это то, что идет от. Произведение искусства – это всегда след этого фраза. Мы никогда не имеем места, никогда не имеет места быть наш контакт с симфонией мозга. Никогда не имеет места быть наш контакт с исполнением такого-то музыканта. Мы имеем дело всегда только со следом. Если мы будем рассматривать произведение искусства, как этот вброс, то какая разница, будет ли у этого вброса, как у блина, опущенного по воде, несколько касаний, несколько версий. Или не будет. Это интенсия. Это некий вброс в ту окружающую ситуацию, которую он меняет, и которая от этого начинает меняться уже в ином направлении. И естественно, она продолжает меняться и в наши дни. Поэтому соприкоснуться дважды с одним и тем же произведением искусства окажется фактически невозможно. Только если мы не завешиваем себя ширмой иллюзии этого контакта. Об этом я говорил на лекции, посвященной аутентизму. Это у нас отдельная была встреча. Как губительно может быть ограничение себя одним и тем же музыкальным произведением. Потому что на самом деле мы не будем не увидеть вот этих мутаций. Таким образом, подводя итог сегодняшней нашей встречи, я хочу сказать, что произведение искусства – это то, что идет от. В общем-то, у меня на сегодня все. Если есть один вопрос какой-нибудь, то у нас осталось на это 4 минуты времени. Мне пришлось сильно торопиться, сильно все сжимать. Но я сразу же скажу, что я сегодня не затронул тех тем, которые более очевидны, которые более зримы и более заметны их последствия. Например, соотношение художника с тем контекстом, в котором он взращивается. И насколько текст может быть авторским в полном смысле этого слова. Это отдельная тема, тем более, что начиная с Ролана Барта, уж настолько заезженная и проработанная, что, в общем-то, говорить об этом, ну, как-то... Конечно, в контексте постмодернизма можно было больше поговорить. Потому что одно дело постмодерн времен Барта, а другое дело метамодерн времен быстрого интернета. В общем-то, вещи совсем различные. Но это более заметно. Я сегодня хотел сделать акценты на тех вещах, на которых обычно не обращают внимания. с которыми, когда речь идет о произведении искусства, не хотят сталкиваться. Начал с Рансьера, это теперь есть на русском языке, но все остальное не было основано на чьих-то утверждениях, на чьих-то текстах. Поэтому, как мне кажется, это может внести существенный вклад в понимание того, с чем мы имеем дело, когда мы имеем с произведением искусства контакт. Произведение искусства – это просто след. Вы хотите сказать, что каждый раз прослушивая одно и то же произведение, человек пытается воспроизвести то внутреннее состояние себя, которое он запомнил, и каждый раз обращается именно к этому. То есть он сам в себе пытается включить запись своего ощущения. Когда закрывается на одном образе, когда замыкается за этой ширмой, более того, я встречал парадоксальные примеры, когда дирижер дирижирует не тем составом, допустим, сочинение написано для симфонического оркестра, он дирижирует до народного, его же, этого же самого сочинения. То есть звучать будет совершенно не то же самое. Но он по своим жестам, мы видим, что он показывает, он дирижирует записью другого состава. Он слышит не то, что воспроизводится здесь, а ту изначальную запись, которая ему полюбилась, и почему он, очевидно, и взял это сочинение, дирижирует в своем коллективе. То есть даже в процессе реальной работы с произведением он не слышит того результата звукового, который происходит здесь и сейчас. Он слышит тот звуковой результат, который на него изначально произвел впечатление, и всеми своим жестами пытается его сымитировать, при том, что публика получает совершенно не то же самое. Публика получает другой звуковой результат, который этому зачастую прямо, типа, хотел положить. То есть вплоть до такого. Это более радикальное случаю. Ну, это как профессионал слушающий, а для человека слушателя это что? Для человека слушателя, то есть закрывается он за одним единственным, одной единственной ситуацией или нет? Понимаете, в чем проблема? Если мы повторяем, повторно слушаем одно и то же, с целью выяснить, насколько мы изменились за то время, когда мы в последний раз слушали это произведение, это одно. А если мы слушаем просто то же самое, потому что мы не готовы к восприятию чего-то нового, это другое. Это совсем разные вещи. Я уже говорил, обучение это сравнение известного с неизвестным. Степень неизвестного, даже при прослушивании этого произведения, с целью выяснить, насколько мы изменились, значительно сокращается относительно прослушивания чего-то нового. Вот этот баланс между известным и неизвестным может сходить в таком случае, если мы возвращаемся вообще просто ради повтора, ради возвращения, он может сходить фактически на нет. То есть неизвестное, почти ничему не равно, известное равно очень большое. А это уже невротическая петля. Как при цифрах? Это достаточно показательная на самом деле ситуация. В смысле при повторах? Когда человек начинает ограничивать себя повторением. Повторение вообще интереснейшая вещь для анализа на уровне культуры, потому что для нашей культуры, для нашего времени она очень важна. То есть мы с ней сталкиваемся и в кино, но мы с этим сталкиваемся на концертной эстраде. Я на это, в общем-то, достаточно большое количество лекций подразил, чтобы это сейчас не разбирать. Но я показывал, как функционирует невротическая петля и на уровне индивидуальном, и на уровне культурном сейчас. И она связана с повтором. С повтором того же самого, прежде всего. Я думаю, что это одно из определяющих явлений для нашей культуры современной в принципе. Это тоже как ритуал функционирует? Во многом. Именно невротический ритуал. Не ритуал как трансгрессия, а невротический ритуал. Когда человеку, например, каждые 5 минут нужно ему руки помыть. Вот такого плана ритуал. Поэтому мне кажется, что это очень важный такой момент, на котором мы зачастую просто не обращаем внимания. Произведение искусства функционирует в нашей жизни чаще всего все-таки как имя. Очень сложно мне даже, ну, мне может быть, в большей степени как профессионалу, слушать произведения не от начала и не до конца, допустим. Сейчас просто такой практикой занимаюсь. И не зная, чьи это. Просто как звук, как таковым. Не для того, чтобы, потому что так нужно слушать, а просто для такой практики. Просто для понимания, как это будет функционировать. Очень сложно. То есть для нас это имя. Для нас это разграничительная черта. Мы всегда знаем, вот мы слушаем вот это произведение, потом мы пришли на концерт, мы ушли из концерта. Нет, это все единая ситуация. Это единая ситуация нашей жизни. Наши жизни пересекаются. И в них, в этих точках мы совпадаем с следом, расходящимся во все стороны от этих бросов композиторских, от этого произведения. Оно влияет на другие, влияет исполнение на исполнение и так далее. Это целая сеть. И мы никогда не можем иметь контакт с тем самым первоисточником. Он невозможен. Мы имеем дело со следом. И не нужно его отграничивать от своей жизни, от чего-то окружающего. Поэтому любые эти контакты, которые мы будем в течение жизни иметь с этим произведением, они должны восприниматься нами как нечто различное. Если мы будем акцентировать внимание на том, что мы можем получить от контакта с одним и тем же нового, мы сможем двигаться вперед. Если мы каждый раз, когда будем попадаться к этому же самому, будем акцентировать наше внимание на впадениях, в ту же самую иллюзорную картину уже воспринятого, то, наверное, это может привести даже к катастрофе. Вот в чем дело. Отвечая на вопрос, да, уже раз прослушан, и что с этим делать? Можно слушать то же самое и не подпасться под это. Второе дело, что не нужно это сознательно педалировать. Прямо мне сейчас очень интересно было прослушать одни и те же произведения на разных наушниках, на разных плеерах и так далее. Насколько это будет перекрашиваться? Насколько это будет меняться? Насколько мы можем оценить то, что сделал исполнитель, а насколько не можем и не сможем никогда? Но это была работа по колоссальному освоению как раз того, чего я не знал. Понимаете? То есть там знания моего было ноль, а незнания много. Этим знанием я сегодня поделился. Если бы я это слушал просто потому, что я привык к звучанию вот этого трека, то незнания моего бы было там столько, знания много. Повторение одного и того же знания, как сказал один психолог, мать тупости. И в общем-то в этом есть доля здравого смысла. Есть еще вопросы? Ну что, если вопросов нет, то у меня на сегодня все. Я не знаю, когда будет следующая лекция, тут, судя по всему, определенные проблемы с залом, с помещением. У меня-то материала много, причем материалы я бы хотел давать, как в прошлый раз был, то есть с иллюстрацией музыкального материала. И я думаю, что следующую лекцию мы посвятим творчеству Эгона Виллиса и Эрна Стекшенека в связи с такой параллелью с архитектурным направлением, как брутализм. Это точно видные авторы 20-го столетия, которых в России очень мало что знают. И я бы хотел вот в эту сторону углубиться. Потому что такие лекции интеллектуально напряженные, они, в общем-то, как видно, и не очень много аудитории собирают, и достаточно сложны лично для меня. Поэтому мы их будем чередовать с прослушиванием музыки. Что, если больше вопросов нет, то все. Всего доброго. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok